добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики давайте сегодня разберем как мы будем работать вот с такой тюменской батареи выпуск 1220 то есть декабрь двадцатого года батарея с декабря месяца стояла на колени и будем так просто стояла длина не эксплуатировалась и батарейку высадили в абсолютный ноль со слов человека который ее привез он не хозяин от батареи хозяин хозяйка девушка значит пытались завести после длительного простоя естественно машина не завелась задрали капот заглянули внутрь батарея батареи был лед лед слезы льет так девушка занесла домой аккумулятор отогрева пыталась зарядить какое-то зарядное устройство как мне пояснили 12 вольтовым с этим как бы все понятно и после этого привезли ее ко мне насчет такие показатели которые я снял предварительно ну давайте глянем на конвей чтобы это было первый раз 21 показано сейчас 20 пусковой 262 там было 267 и нрc 1164 там 1160 ну первым делом как правило я такие батареи проверяю на наличие к з проверяю нагрузочной вилкой к за в этой батарея не обнаружено все как бы в порядке износа не видно баночки чистенькие сульфатиков тоже не видать честно говоря их плохо видать когда они когда батарея после поверхностного заряда ванна небольшой поверхности зарядом сверху эти сульфаты растворяет верхние так ну что на батарее 10 градусов по этому день рабочий день у меня заканчивается и поэтому мы эту батарейку сейчас закинем зарядный бокс я подключу зарядное устройство и посмотрим на каких оборотах начнем с этой батареи работать да пока не забыл забыл показать вам думаю что то что то не хватает забыл показать вам плотность плотность 108 где-то 106 105 плотность по баночкам скачет скорее всего перед хранением перед отстоем батарейка несколько раз была просажена поэтому плотность по баночкам прыгает и так давайте закинем зарядный зарядный боксик и продолжим наш ролик батарейка у нас забралась зарядный боксик заряжать будем на вот таком чудесном автоматическом зарядным китайском устройстве так ток убираем ручку влево и подключаем зарядное устройство первую стадию первый цикл первое будем так говорить алгоритм так автоматически опа-на а что такое амбрея муха металку чушь ты не тупому включил а все попал так сейчас мы подключим 3 ампера дадим этой батарейки 3 ампера для начала вот так вот и по достижению 12 с половиной возможно 13 вольт это будет считаться у нас предзаряд мы нахлобучим на нее 10 процентов то есть 6 ампер так батарея у нас в 60 а все тарает но можно в принципе 6 и 2 ампера и поддать и оставляем эту батарейку до утра пусть зарядник работает чем он хорош чем хорошо это зарядное устройство то что можно без переживаний оставлять батарейку на ночь и эта батарейка можно не переживать что она войдет стадию перезаряда мы сейчас догоним до 6 до 12 с половиной вот хотя бы и покажу как добавляет в принципе чем показывать то крутнул ручку вот вам 6 и 2 ампера но все равно покажу пока отключаемся друзья вчера закрутился замотался забегался и забыл увеличить напряжение увеличить ток перед отъездом таком всю ночь у меня этот китаец проработал с кальцием из тюмени всю ночь на 3 амперах и сегодня по приезду напряжение было 13 едва догнал он на 3 ампер до 13 едва в принципе ничего страшного не произошло буквально так я уже сколько на работе ни одни часы у меня точно не показывают кроме наручных до уже час двадцать были клиенты с утра вот ток зашел и добавил токио час двадцать тому назад 6 и 2 ампера и вот потихонечку растет напряжение как только это устройство закончить свою работу будет следующее включение записи и будем делать какие-то выводы и намечать фронт дальнейшей работы с этой просаженной тюменской батареей вот который из кальция стоит или лежит или висит на китайце уже сутки и вот такие параметры у нас заряда два с половиной ампера этот ось еще кушает напряжение 14 7 давайте замерим плотность очень хочется додумать так очень хочется додумать и оставлю его до утра утра пусть пытается с ним еще поработать так у нас плотность один пятнадцать один шестнадцать один шестнадцать под ноги ложить ореометры не буду положу его сюда а то опять раздавлю все стеклянные по раздавлял так то на сегодня на сегодня достаточно так батарейка холодная абсолютно холодная что у нас там внутри сейчас возьмем фонарик так а внутри у нас тишина это не тишина ссор так вот так и вот так но не совсем тишина булькает потихонечку Первые кальциевые батареи, которые с лосем Было такое ощущение, как будто это не кальций Но, видимо, производители вовремя очухались И стали делать на текущий момент самые настоящие кальциевые батареи До скольки они разгоняются, я вам покажу чуть-чуть попозже А пока одеваю свои парадно-выходные портки И дорожные шлепки Еду до дому Наш друг из Поднебесной поработал с кальциевым лосем до утра То есть где-то порядка 16-17 часов И, как видим, зарядный ток упал до 0,2 ампера Напряжение 14,7 Будем так говорить Клиент созрел Поэтому Очень резко перекидываем крокодилы На 57-й вымпел И продолжим работу с этим Красивым Черненьким Лосем Лосем Так Это у нас Тоже лось Но Это у нас гибрид Холодная Холодная Так Сейчас пока поставлю на паузу Так, подключу крокодильчики С 57-го вымпела Давайте замерим плотность Что наш китайский друг смог что-нибудь сделать С этим лосем на 14,7 вольт Ну, в принципе, неплохо поработал Плотность 1,20 Ну, как мы видим 14,7 вольт Для этой батареи Даже при условии того, что Заряд дошел до 0,2 ампер Явно недостаточно Явно недостаточно Так И что нам показывают В ампилочек 57-й Так 13,5 мрц Сразу выставляем Вот так вот 17 вольт И Для начала 2,5 ампера Дадим Вот так 2,4 пойдет И Включаем Зарядное Устройство Бляха-муха Вот так вот Ну что Поехали дальше Сейчас нам предстоит Установить Напряжение Окончание Заряда На этой батарее И уже Исходя из этого Будем продолжать Нашу работу Дальше Вот так 2,5 ампера Резко Наш Влосяра Догреб До 15,5 вольт Пока Запись Отключу И подключу Чуть позже 39 минут Вымпел Работает С Лосем Буквально За 10 минут Где-то Он подгреб 15,9 вольт На 2,5 ампера Давайте Немножко Увеличим Ток Чтобы Поднять Напряжение Ну вот так 3 Пока Трешку Нет Вот так Трешечку Выставляем 16 вольт Ну Не смотря на то Что вроде как Написано Что это кальций Ну Какой-то полу кальций Попадаются Тюмень Которые Разгоняются Буквально До 16 До 16 Вольт А бывают И вот такие Варианты Которые На С таким Током Едва-едва Выходит На 16 Вольт Ну давайте Первый цикл Проведем На 16 Вольтах Или Вольтах И Сделаем Замер Плотности Как у нас Попрет Плотность Если Плотность Не будет Вылазить В течение Там Полтора Двух Часов Ну опять же Будем смотреть На то Что нам подскажет Вымпел Как только Он нам подскажет Что заряд Окончен Заряд Будем немедленно Прекращать И Отправлять Аккумулятор В отстой Предполагаю Что Сегодня Я с этой батареей Закончу работу Но Как будут Обстоять дела Посмотрим дальше Проработали 3 часа 44 Минутки На 57 На 57 Вымпели Напряжение Поддерживали 16 вольт И Делал подпор До 4 И 1 Ампера Подпор Током Значит Давайте Замерим Плотность В этой батарее Как видим Плотность 1,28 1,28 1,28 Батарейки Термометрии Абсолютно Нет 26 Градусов Это Вполне Нормально И достойно Так Отключаем Зарядное Зарядное Так Время у нас Время у нас 4 Ой 2 часа Дадим Пару часиков Отстояться Этой батарейки И Сделаем Замер Тестером Сделаем Замер Тестером И будем Делать Окончательные Выводы По Этому Кальциевому Полторалетнему Тюменскому Лосю Ну что Друзья Стоят У нас Два Брата Хрен Да Лопата Бывать Умельских Аккумуляторов Вот Давайте Вот Этот Наш Подопытный Давайте Его Будем Тестировать Прошло 2 часа 50 минут 40 Так Сколько Там У нас Да 2 часа 40 минут Прошло И Давайте Будем Вытаскивать С него Показания Показатели Показания Показатели Так Вспышку Уберем А Эта Батарейка У нас Кальций Кальций 580 Ампер По Е Показания еще завышенный, но батарейка отстоялась два с половиной часа. Сейчас буду звонить клиенту, принесу ему богую весть, что батарейка исправна, пусть забирает и активно пользуется. Завтра батарейка должна отстается. Вот такие параметры были у нас при приеме. Батарейка, работа с батарейкой прошла без эксцессов, легко и просто, будем так считать. Дай бог, чтобы каждая батарейка так проходила. Ну, раз этот братан, на этого братана мы обратили братана внимание, давайте смерим показатели. И с него немножко расскажу по этой батарее. Значит, эта батарея любителя залить электролит, подлить электролит. Хоть кол на голове щеши некоторым людям, они пытаются поднять плотность с помощью электролита. Вот это вот то, что я сделал с этой батарейки отбор и корректировал. С ней работа также закончена, с ней работал также без проблем, в один проход и работу производил на Аймакс. Аймакс очень легко щелкнул этого гибрида. Как я уже говорил, Аймакс очень хорошо справляется с гибридными аккумуляторами. Вот параметры, которые были при приеме. Там пусковой ток у нас там непонятно, что. Когда делал отбор, залил, закапал. Ну, вот такая коляска была с сохом и зарядом 14.0, плотность 123 при всем при этом была. И напряжение 12,17. Ну, давайте глянем, что у нас с этим гибридным лосем. Так. Эта батарейка у нас 550 ампер пускового тока. Вот стоя, они ушли практически одновременно. Также два с половиной часа эта батарейка отстоялась. И вот такие параметры у нас с нее удалось выбить. 64% посоху, 443 ампера пусковой ток, сопротивление 6,22 и НРЦ 13,21. То есть, возможно, еще в этой батарейке присутствует электролит, плотность. Одну секунду сгоняю за ревометром. Так. Плотность у нас 1,27, 1,26,5. Дальше я работать больше с ней не буду. Скажу клиенту, чтобы через... Вернее, не клиенту, а пациенту. Нет, скажу клиенту, чтобы привез этого пациента через месяц. Пусть мне нужно, чтобы электролит смешался естественным образом. И будем вытаскивать остатки кислоты с этой батареи. Объясню, что если хочешь, если не хочешь сразу потратить много денег, придется потратить их немножко для того, чтобы батарейка еще поработала, еще походила. Как видите, электролит очень мутный. Это результат... Ну, это не только результат того, что залили кислоту. Ну и результат все-таки. Батарейка 18-го года, декабрь. 18-го года. Батарейки 3 года. И, в принципе, для трехлетней батарейки. Параметры рабочие. Я не скажу, что они хорошие, но параметры рабочие. Парни просто обожают кислоту и электролит. На этом наша очередная киноновелла из жизни и приключений аккумуляторов закончена. Всем добра, удачи, всего наилучшего. Берегите свои батарейки. Всем пока. Пока-пока.